Продолжение следует... Позитивная динамика отмечена в двух секторах промышленной деятельности – обрабатывающем 11,8% и энергетическом 3,8%. Снижение зафиксировано в сырьевом секторе и сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов на 8,3% и 7,3% соответственно. Среди обрабатывающих производств самыми высокими темпами развивается изготовление электрического оборудования, рост в 2,3 раза. Высокие показатели в производстве продуктов – чуть больше 36%, полиграфической деятельности – 33%, бумаги и бумажных изделий – 29,3%. В то же время, по сравнению с январем-апрелем 2023 года, снизились объемы производства кожи изделий из нее на более чем 23,5%. Ремонте и монтаже машин и оборудования – на 17,6%. Обработке древесины – на 6,5%. Производстве одежды – на 4,7%. На основе встреч с главами сельских поселений Ради Хабиров издал 68 поручений, 30 инициатив уже реализовали. Об этом руководитель региона сообщил на зональном семинаре, который состоялся в парке «Патриот». Глава республики рассказал, что для дальнейшей реализации республиканской программы «Светлая улица» пересмотрели порядок субсидий местным бюджетам на улучшение уличного освещения. В 2023 году увеличили и финансирование этой работы с 200 миллионов до 300 миллионов рублей. Сетивикам рекомендовали при заключении договоров с муниципалитетами по размещению светильников принять величину платы, равную 1 рублю в год за одну опору. Благодаря изменениям главы сельсоветов теперь могут сами формировать дополнительные списки лиц, которые нуждаются в обеспечении пожарными извещателями. Также стало известно, что городские и сельские поселения имеют доступ в государственную систему ТКО Башкортостана. В прошлом году только 9 кустовых провели совещание, в этом году снова начали. Потому что я в свою очередь рассказываю, какие цели и задачи сейчас, чтобы они понимали, чем заниматься, куда двигаться и так далее. Ну и конечно, они стоят в вопросе, которые потом выливаются в конкретные решения и по финансированию, и какие-то там регламентные вещи. Поэтому так. Глава Башкортостана обозначил ключевые задачи, которые стоят перед органами местного суммоправления. Прежде всего, это поддержка участников специальной военной операции, их семей, стабильное развитие экономики и социальной сферы. Госсобрание Башкортостана направило в Госдуму проект закона о предупреждении использования фонограммы на концертах. Об этом сообщил председатель регионального парламента Константин Толкачев. Он подчеркнул, что ситуации, когда исполнители и творческие коллективы поют под фанеру, даже перед многотысячной аудиторией, нередки. Зритель, покупая билет на концерт, не знает, что вместо живого выступления его ждет суррогатный продукт. Изменения в законодательстве позволят обеспечить право зрителей на получение достоверной информации о зрелищно-развлекательных услугах и повысить их качество. Депутаты предложили закрепить понятие «плюсовая фонограмма» и обязать как исполнителей, так и организаторов выступления информировать зрителей об использовании фонограммы, либо об исполнении под живой звук. Зрители смогут вернуть деньги за билет, если такого информирования не будет. Регионам страны предлагается дать право самим устанавливать порядок использования фонограмм и информирования зрителей. Регионам страны Замыкает пятерку регионов-лидеров Краснодарский край и Ханты-Мансийский автономный округ с показателями 13 350 рублей и 13 300 рублей соответственно. Славам экспертов, рост обусловлен общей инфляционной тенденцией. Мы наблюдаем тенденцию, что средняя сумма займа, она в принципе стремится за среднюю рост инфляцию. То есть здесь присутствует достаточно высокая стабильность и не предвидится каких-либо существенных изменений в ту или иную сторону. Напомню, в Башкортостане уровень одобрения по микрозаймов населению за прошлый год вырос на 5,3% к уровню 2022 года, всего до 55%. По этому показателю, республика расположилась на пятом месте среди 30 регионов страны. Ученые Башкортостана разработали специальный подводный дрон. С его помощью специалисты планируют исследовать ранее недоступную часть Каповой пещеры и подземную реку Шульган. Аппарат сконструировал уфимский изобретатель Ярослав Литвинов, работающий в команде создателей музейного комплекса «Шульгантаж». Дрон уже проверен в озере-роднике Сарва в Нуримановском районе. По словам ученого, к нему можно подключать оборудование для измерения качества и состава воды, а также с помощью гидроакустического оснащения составить карту Каповой пещеры. Подводный аппарат в данной конфигурации может погрузиться на 100-метровую глубину и выполнять эти работы. Если дополнить подводный аппарат стонарным оборудованием, гидролокатором Капового обзора, то непосредственно при погружении мы будем видеть, помимо визуальной картины, мы будем видеть еще карту. Пройдя определенный путь маршрут, мы сможем эту карту составить. Река Шульган уходит глубоко в недр пещеры, протекает под землей и вытекает в Голубое озеро. Ранее спелеологи погружались на 80 метров, но истинная глубина озера все еще неизвестна. Основные исследования планируют провести в августе 2024 года и в январе следующего года, когда вода наиболее прозрачная. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова